Гродненский театр «Кукол» – это театр Олега Жюкжды. Для поклонников Мельпомены это аксиома, не требующая доказательств. Тем не менее, уже на днях на сцене этого старейшего театрального здания состоится премьера спектакля в постановке нового режиссёра. Валерий Карышев гродненскому зрителю известен давно. Он востребованный актёр и занят во многих постановках. В этот раз он в новой ипостасе – режиссёр-постановщик. Спектакль – это пособие для детей по воспитанию родителей. Такой необычный вариант. «Сказка» называется «Зоки и Бада», авторы Леонид и Ирина Тюхтяевы. У нас же в театре это будет называться «Медовая сказка» – это произведение. Чуть после моей инсценировки чуть-чуть меняем название, потому что «Зоки и Бада» может быть малозвучно для кого-то. Если кто-то не читал, непонятно, о чём речь. «Медовая сказка» – сладкое, что-то такое вроде милое. Может быть, и стоит сходить. Дебют Валерия как режиссёра состоялся ещё несколько лет назад. Он поставил спектакль в детском театре «Надежда». И даже несмотря на то, что постановка нашла своего зрителя, да и критика оценила работу достаточно высоко, Олег Жюкшда, главный режиссёр театра «Кукол», признаётся, хоть и не навязчиво, но за репетиционным процессом всё же наблюдает. Ну, естественно, молодому режиссёру Валерию Карушеву была предоставлена полная свобода, так называется, карт-бланш на постановку спектакля. Ну, конечно, я, так сказать, иногда заглядывал в зал, так спрашивал, не надо ли чего, может помочь чем. Вот, но молодость, она как бы в меру амбициозная, я думаю, и главное, чтобы трезво оценивал собственные возможности. Кроме главного режиссёра, к режиссёру-начинающему присматривались и актёры. Ведь до недавнего времени они были, как принято говорить, на одинаковых ролях. На одной сцене проходили мизансцены, подавали друг другу реплики. Теперь, хотя и приходится соблюдать определённую субординацию, атмосфера на площадке по-прежнему дружеская. С Валерой мы можем где-то в каких-то местах поспорить, но это неплохо. Это как раз хорошо, и мне кажется, что он очень гармонично вписался, неожиданно как-то. Было сложно действительно к этому подойти, и перед началом репетиции мы переживали, как оно будет, как что у нас там, не знаю, как мы все сживёмся и будем воспринимать его как режиссёра. Но как-то, к счастью, всё хорошо прошло и проходит, и всё хорошо. Тонко чувствующий, жаждущий творческого поиска, не желающий заигрывать с публикой, но мечтающий создать уникальный спектакль. Режиссёр Валерий Карышев выносит на суд зрителя свою любимую сказку, делится детской мечтой и ставит перед собой амбициозную задачу. Я бы хотел, чтобы это был семейный спектакль, чтобы и взрослым было весело, потому что тут должно быть у нас, ну мы вроде как пробуем, много взрослого юмора такого, совсем взрослого, а и много для детей, то есть весёлые куколки, милые, мягкие, всякие действия они с ними делают, такие безалаберные, то есть, ну как бы, мне бы хотел, чтобы это был такой, опять же, симбиоз для взрослых и для детей, да, чтобы как-то, и не взрослые не спали, как бывает на детских спектаклях, и на взрослые, чтобы там дитё привели, оно там ревёт, потому что ему скучно, страшно и неприятно. Весёлая музыка, обаятельные куклы, увлекательный сценарий и звёздный актёрский состав. А в новом спектакле есть всё для того, чтобы «Медовая сказка» внесла свой вклад в блистательный репертуар Гродненского театра «Кукол». А вот как зрители оценят новую постановку, станет известно уже в ближайшие дни. Премьера спектакля состоится 12 марта. Лена Молчанова, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова